итак всем привет с вами ДопГ и мы продолжаем играть за нашу Ост-Азию хотя сложно назвать у нас просто Ост-Азии когда мы контролируем уже не знаю огромное количество территории и ресурсов тем не менее да мы все еще типа колониальное правительство если вы еще ребят не подписаны обязательно подписывайтесь а у нас время добивать Антанту поехали этим временем пока я воевал в Азии и готовил быстки в Индию тут уже османы капнули прекрасно для нас и дальше пала серия то что она тоже была в Антанте каким-то образом не знаю что там забыла но допустим мне кажется должна была быть в Каирском пакте тем не менее Каирский пакт кстати говоря все еще независим в этом конфликте и в теории я вижу что мы могли бы вот сюда прийти и обернуть как-то катастрофу здесь по победу но лучше наверное все-таки в Марокко выглядит оно как-то попроще для наступления здесь по идее должно быть намного больше пунктов снабжения ну по крайней мере на севере идти вот по вот этой вот Франции с севера будет выгоднее и прежде чем по южной и не успели наши войска даже доехать как Италия высадилась в Алжир и просто взяла с налета французскую республику ее столицу скоро я думаю нападет тоже и нам реально останется выбить только Канаду и Америку так что нужно уже думать как до сюда доехать и наверное вот после падения Индии просто переведем сюда свой флот подавим флот Америки полностью и переправим сюда войска и вот начинается наша операция по вторжению Индию с моря вроде как крайне успешно хотя я вижу что есть некоторые проблемы но авиация здесь работает по идее мы должны забирать без проблем все плюс здесь там уже выбили в принципе территории и вот нашего искать пробили моробка наша выставка в Индию немножко провалилась ну как мы заняли позиции но да потеря очень большие среди морпехов некоторые безвозвратные и авиация помогает им но но все равно ситуация тяжелая другой стороны конечно нас вот эти войска наши скоро в общем-то я думаю захватит может участие так что должен стать проще плюс того чтобы индусы поняли что они ошиблись мы сбросим подарок в Дели ну так рождественские почти в августе ну вот наше подразделение механизированные доходят до наших морпехов и свою роль они сделали они отвлекли на себя большую часть сил противника плюс принципе они захватили дополнительной территорию это также ускорит реализацию Индию так что они свою задачу успешно выполнили хоть и с печальными потерями а ну да вы стоите окружаете свою провинцию захотел я как говорится посмотреть что там делают в Африке а в Африке нихуя не делают опять да и вот Франция полностью капитализировала еще один противник ликвидировал а вот упала и Индия это за Францией прямо осталось совсем немножко стран в союзе Антанта в основном это как раз таки Америка наверное кроме Америки и Австралии особо ничего и не осталось да этим мы сейчас будем как-то разбираться вот нас пока что переходит в Южную Африку здесь везде помочь подавить опять-таки американский здесь флот и помочь нашим союзникам выигрывать в Африке потому что все подкрепления сюда идут по морю мы можем просто абсолютно всех перехватывать и это мы и будем делать особенно вот здесь вот мы разгулялись здесь куча войск скорее всего перебрасывается вот сюда либо пытается свалить отсюда вот они вот они куча разных стран я полагаю а так и есть сейчас они все пойдут на дно и вот резко большая часть американских здесь войск не это получает боеприпасов это там в Африке сидит какой-то генерал и говорит Шеридон Тони где боеприпасы у нас нехватка 90 процентов но это уже другая история ой пока я не смотрел эти ребята взяли как-то и выставки сделали достойно уважения я подготовил выставки через тихий океан а эти ребята как-то взяли высадились вот здесь реально достойно уважения ну да здесь мы успешно перехватываем американский тихоокеанский флот и в принципе разгружаем Америку в данном регионе и захватываем здесь все дальше острова ну что давайте попробуем закинуть сюда своих механизированных ребят вдруг они смогут пробиться франции на это есть и Гавайи как я вижу даже не прикрыты были гарнизонами что у нас более чем устраивает ой открываем мы не можем прыгнуть в Калифорнию нам не хватает чуть радиуса но в Мексику легко а значит привет Мексика начинаем в желтом стиле видеть мир да и вот наша армия успела сюда доехать здесь хватает снабжения что самое интересное здесь видимо очень много пунктов ну три четыре хватает да действительно много параллельно там какой-то следуем чисто по приколу может уже нечего исследовать и да сейчас быстренько пограсим здесь центральную Америку и направимся на север здесь наша войска также не встретил даже сопротивление либо встретила но не заметила здесь мы также продвигаемся вперед прекрасно и Италия еще высадилась во Флориде да здесь прям очень много войск я так понимаю все плоты ботов тоже здесь поэтому они так неплохо и высаживаются даже вон там в Галифаксе не прийти по моему это обычно называется Галифакс я могу ошибаться ну Халифакс по-моему Галифакс на русском а вот и страна желтого фильтра захвачена можем просто переезжать теперь Америку все достаточно просто и быстро поэтому неплохая часть американских войск находится в Африке и оттуда они конечно уже не выйдут никак здесь полная блокада они очень много ресурсов потратили в итоге в Америке нету сил защищать Америку забавно ну и давайте поприветствуем американцев парочкой новогодних подарков как раз декабрь уже чтобы у них добавились причины как бы это заканчивать эту войну когда у них поддержка войны теперь буквально ноль так чисто профилактически можно еще вот сюда я думаю в реальности страна после таких бомбардировок точно сдалась но механики заставляют нас немножко побольше захватить ее ой наш советники смотрите в Австралазии тоже уже активно саживаются вот одни бесполезные боты реально что делают это приятно вот падение Сакрамента это была их столица потому что они из запада и американский крах они покинула страну принесла база операции в Канаду забавно на самом деле они тоже сбежали в Канаду и все Америка пала на этом такие чтобы лежать канадцев подарка на Новый год немножко с опозданием но закидываем туда тоже нужно с их поддержкой войны тоже разобраться ну прям полностью уничтожить сопротивление в принципе сопротивление не удалось поддержка войны все еще остается дальше она не падает базовая ну и у них плюс еще неплохо так бафов на поддержку войны сверх этого так что Канада чуть-чуть еще поддержатся но это уже предсмертной конвульсии потому что население Канады было невероятно быстро и жестоко уничтожено самими самой Канадой отправляя их в Африку отправляя их в Европу они сами погубили себя ну возможно еще ядерные бомбы в этом как-то поучаствовали но вряд ли вот мы верим сюда без австралазии да придется еще захватывает но это не так интересно и сильно но и вот так вот мы разделили мир здесь только почему-то Германия забрала два стоит а вроде этого реально так или иначе мы теперь контролируем большую часть Северной Америки Центральную Америку мы контролируем очень большую часть я бы сказал Африке большую часть них-то портов всю Азию буквально здесь наши ребята с нами очень-очень дружат то есть технически такая неварионетка конечно но частично подконтрольное государство Индия куча-куча колонии в Европе я бы сказал да мы стали однозначно больше Германии и если фантазирую что было бы дальше то либо мы сделали бы какое-то свое собственное правительство и немножко как-то из колонии стали бы сами метрополии что вряд ли но что более реально это то что Мюкки скорее всего смогут бы захватить власть в Германии вполне себе что у нас теперь самая сильная армия самый сильный флот авиация у нас есть ядерное вооружение и его много и производится еще больше так что в руках этого Гельмутов он Мюкки теперь вполне себе может быть судьба мира и в принципе Метали Европы так что на этом пожалуй все с вами был Дуб Гейм обязательно подписывайтесь если вы еще друг не подписаны лайки и комментарии твичкрутбусте все как обычно и до скорых встреч всем пока